В Могилёвской области жатва идёт полным ходом. Основные силы хлеборобов сейчас концентрированы на озимом ячмене. Всего необходимо обработать 340 тысяч гектаров зерновых. Некоторые районы уже частично приступили к уборке рапса. Среди них Быховский, Кировский, Климовический, Мстиславский, Славгородский, Чериковский и Чауский. Убрано 2% от всех площадей. Всего в регионе озимый рапс посеян на площади более 52 тысяч гектаров. Бобруйская белшина в числе лидеров промышленности Беларуси 2024. Одно из крупнейших предприятий республики отмечено дипломами сразу в двух номинациях – предприятие и продукт года. Лидерство обеспечила новинка – легковая шина, предназначенная для комплектации автомобилей Белджи Х50 и машин аналогичного класса зарубежного производства. Госавтоинспекция Бобруйска усиливает контроль. По 14 июля сотрудники ГАИ проведут рейдовые мероприятия по отработке аварийно-опасных участков дороги в целях профилактики дорожно-транспортного травматизма. Основной акцент сделан на предупреждении и пресечении грубых нарушений ПДД. Не останутся без внимания нарушения правил маневрирования, обгона, а также выезда на полосу встречного движения. Появилось объявление о продаже редюита Бобруйской крепости за одну базовую. Капитальное строение представляет собой двухэтажное здание площадью почти 546 квадратных метров с фрагментом кирпичной подпорной стены вала. Начальная цена – 40 рублей. Обязательное условие – выполнение ремонтно-реставрационных работ в течение трех лет с момента приобретения. По всем возникающим вопросам обращаться в отдел культуры Бобруйского горисполкома по адресу площадь Ленина 1, кабинет 401, либо по телефону 76-21-90. Ассортимент рыночных прилавков кишит летними фруктами и овощами. Сотни людей ежедневно приходят на точки за пополнением запаса витаминов. Молдавская черешня от 8 до 12,5 рублей за кило, дыня 6,50, арбуз 3,5. Брестская голубика по 20, черника – местная обойдется в 12. За качеством товара ведется пристальный контроль. На территории рынка работает лаборатория Ветсанэкспертизы.